Я часто говорю на своих занятиях, что не люблю, в принципе, людей, и такое слово, как «мне хватит», «мне достаточно», «мне и так хорошо». Меня лично, наверное, и как личность, и как профессионала это часто раздражает. Тем не менее, когда мы будем говорить о сегодняшней с вами теме, мне кажется, что вот эти слова будут иногда действительно актуальными. Иногда мы должны сами себе в глубине души признаваться, что где-то нам достаточно, где-то на эту минуту уже, в принципе, все, да, хватит. Очень большая разница, да, это гореть и сгорать. Ну, как бы все понимают по-русски, тем не менее, очень мало кто замечает вот ту разницу, вот тот переход, да, когда горел-горел, и вроде как и перегорел, или вроде уже и вообще сгорел. Для руководителя это большая беда, да, когда вроде бы сотрудник сидел себе, сидел, работал-работал, и тут бац, как бы полная апатия, либо, наоборот, абсолютная агрессия, потому что у каждого своя усталость, свое выгорание проявляется по-разному, и все, нет сотрудника, он потерян. Скорее всего, человек увольняется и идет в другую компанию, потому что думает, что там будет лучше, там будет совершенно по-другому, там он как бы воспрянет, крылышки расправит, и как бы золотые монеты посыпятся с неба. На самом деле человек, естественно, бежит от себя, да, как бы они от компании, и от себя далеко не убежишь, очень редко это чем-то заканчивается действительно кардинально новым, кардинально другим. Тем не менее, переубедить такого сотрудника, который уже находится вот в этом эмоциональном, да, каком-то эмоциональной яме, будет вам, как менеджеру, крайне сложно. Поэтому наша задача с вами сегодня – это понять разницу между усталостью и профессиональным выгоранием, найти какие-то лайфхаки, да, которые обезвреживают, грубо говоря, или нейтрализируют состояние усталости и выгорания, понять, как бороться, как общаться, на каком языке говорить сотрудникам, которые уже в той стадии, когда он чувствует, что вот-вот, грубо говоря, крылышки обгорят. Ну и, естественно, пару каких-то секретов, которыми я поделюсь из личного опыта. Субтитры создавал DimaTorzok